Пострадавшим ничего не остаётся, как на попелище искать уцелевшие символы прежней жизни. Здесь до трагедии проживало большое семейство. Светлана, двое её сыновей, невестка и четверо внуков. Пожар для семьи стал настоящим шоком. Потом сначала взять документы, где-то искать. Думаю, нет, лучше все выскочим. Страх. Может быть, и успели что-то схватить. Страшно было скорее выскочить из дома. Дом сгорел стремительно. Огонь не оставил людям возможности спасти своё имущество и документы. Причиной трагедии стала неисправность электропроводки. Дети, конечно, испугались очень за это. Особенно старший меня переживал за собачек. Как раз вспоминаешь очень. Не могу мне прямо. Спустя неделю потрясённые дети не могут оправиться от случившегося. Больше всего малыши переживают за гибель домашних любимцев и игрушек. Машель всё сгорела. Русский всё сгорело. Трагедия семьи Юрловых не осталась без внимания односельчан. Молва о многодетных погорельцах стремительно разлетелась по всему селу. Ну, нормальные люди. Ребят у них много. Понимаете, тоже остались бедолаги. Только отстроили недавно тут. Собственно говоря, помогли, чем смог рассказать. Просто это как они успели выбежать, я не знаю. Хоть остались люди в живых. Все, когда узнали, что произошло, естественно, люди, как у нас все, как мы, деревня, да, и помогли, кто чем может. Кто денежки дали, кто вещи дали, всё-таки же и детки. Односельчане пострадавшим предоставили неотапливаемое временное жильё. За это время погорельцы пытаются восстановить свои документы. Юрловы не теряют надежды на то, что вопрос с жильём в ближайшее время разрешится. Но сейчас им не хватает помощи. Нужны деньги на временную аренду жилья, продукты и предметы первой необходимости. Наши зрители могут помочь многодетной семье. Для этого необходимо перечислить средства на банковскую карту. Реквизиты на ваших экранах.